Самый сильный питомец в игре The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition и его секрет. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Секреты Skyrim'а бесконечны. Друзья, подписывайтесь на мою группу ВК, там много Skyrim'а можно предложить вашу новость. Если есть альбомы, ссылочка внизу, подписывайся. Ну что, похоже, видео мне было, друзья, но сегодня секрет обновления и более подробно. Самый сильный питомец The Elder Scrolls V. Но только если у вас установлено дополнение Dragonborn, друзья, смотрите, где добавляется огромнейший остров. И здесь есть медовый зал Кирска. Он недалеко от храма Мирака, и мы отправляемся туда. Ты иди за мной. Иду. Куда мы? Ты иди за мной. Ну ладно. Давайте его обгоним и пойдем в этот зал. Тут живут Рейклинги, и мы отправляемся к вождю. Привет. Ты сильный, помогать, племя наш. Помогать? Кто ты? Ты сильный, помогать, племя наш. Что здесь происходит? Мы семья. Мы сильней, ты сильнее. Да, друзья. И сейчас мы будем выполнять квесты. Квесты этих миленьких Рейклингов. Первое задание нам нужно будет привезти домой вот этого вот кабанчика. Привет. Грязно брех. Ему мы даем немножечко мяса. И он бежит за нами. Вот мы видим, как он спокойненько заходит. И задание выполняется. Едем дальше. Следующее задание. Нам нужно будет собрать 10 вредозобников. Это вот такое вот растение. Их очень много на самом деле в Скайриме. Так что проблем у вас не будет. Поверьте. И почти последнее задание. Нам нужно будет разобраться с нордами. Да, друзья. Самое интересное, если вы найдете этих нордов первые, то они попросят уничтожить. Вместе уничтожить Рейклингов. Такое будет задание. Но после этого задания будет немножечко денежек. И все. На самом деле лучше пройти за Рейклингов. Так. Ну все. Все на изи. Возвращаемся к вождю. И последнее задание. Это сразиться с вождем. Ты сильный. Весь племя наш сильнее с тобой. Но, боже, ты слишком сильный. Слишком? Слишком сильный. Хотеть быть вождь. Хм. Успокойся. Я не хочу причинить тебе вред. Сильный. Сегда сражаться. Сильно. Старый, ты же сильный. Что за черт? Ха-ха-ха. Ладно. Ого. Как он его ушатал, а? Все, друзья. Все. Выполнено вождь Тиркса. Вы стали вождем. Теперь у вас есть уникальный перк. Самое интересное, что он почему-то не отображается здесь. Сопротивление болезням. Сопротивление ядом. Удар в спину. Ну, его нету. Его нету в талантах. Его нету нигде. Но у вас появляется перк. Перк, который позволяет вам призвать риклингов в самый непонятный сложный момент. То есть, если вас будут атаковать, есть шанс, что риклинги появятся. И в этот момент, когда они появятся, у вас есть шанс его получить как питомца. Иди со мной. Но, друзья, один важный момент. У вас обязательно не должно быть компаньонов. Если у вас будет какой-то компаньон, то риклинги не захотят с вами общаться. Запомните это. А вот сейчас вы можете брать любого компаньона. Ну что, дружок, пошли апгрейд делать. Почему риклинг самый сильный? Да потому, что он единственный с питомцем. А питомец может ходить вместе с компаньоном. Питомцу вы можете дать двуручное оружие. Смотрите. Вещами. Но, друзья, не все оружие. Например, дайдрический двуручный меч вы можете ему дать. И он возьмет его к себе в арсенал. Но если вы дадите драконий, он почему-то не будет им пользоваться. Не знаю. Ну что ж. Ну, а секрет, который я уже когда-то рассказывал. Если ты, ребята, которые смотрели мои секреты Скайрима в арочном перевале. Есть оружие, которое превосходит даже, друзья, даже дракония. И, между прочим, в два раза. Ну, если вы не улучшаете. Смотрите. Вот сюда. И вот она. Дубина великана с уроном 67. Нифига себе, друзья. Лучше всего ее попробовать столкнуть вот так вот. Потому что Риклинг не всегда сюда заходит. А вы можете вот так вот столкнуть. И теперь проще всего ее можно будет, как говорится, отдать Риклингу. Ее может взять любой ваш компаньон. Лучше ее отдать. Питомцу. Смотрите. Приветик. Иди сюда. Приветик. Мне тебе кое-что нужно. Так, опала. Хочу. Теперь, смотрите. Наводим на дубину. И он ее подбирает. Он ее подбирает. Черт подери, друзья. Ну, теперь за секрет. За который я узнал. Друзья. Вы можете отдать Риклингу еще. Еще один артефакт. Довидерический артефакт, который будет у него работать. Смотрите. Обменяется. Одежда. Ниже, 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 ниже. И это эбонитовая кольчуга, друзья. Серьезно. Эбонитовую кольчугу можно ему отдать. Вы движетесь тиша. Противник подошел слишком близко. Получает 5 и не с уроном. Секунду. Ядом. Урод. Ядом. Дать. Так ее не видно. Но, смотрите. Мы берем. Заходим в настройки. Игра. Сложность. Легенда. И отправляемся к этому великану. Привет. Приветик, дружок. Ну-ка. Вы посмотрите. Он становится черным. Вы просто на это посмотрите. Великан. Обратите внимание, как быстро проседает великан. Он получает урон ядом. Ой. И наш риппинг его ушатывает просто за доли секунд. Ребята, я был просто в шоке, когда я это узнал. Что еще можно ему дать? Я просто не знаю. Сколько играю в Skyrim? Постоянно узнаю что-то новое. И делюсь с этим с вами. Друзья, если вы знаете еще крутые фишки, то присылайте. На этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Пока.